Здравствуйте! Сегодня приготовим жареные кабачки как чипсы. Очень часто поступал вопрос, как можно приготовить дома кабачки как чипсы, так как ели их в греческих тавернах. И я попросила знакомого повара, который работает в таверне. И этот, можно сказать, профессиональный рецепт. В рецепте, кроме кабачков, нам надо мука, пшеничная мука, кукурузная, манка, паприка и соль. Возьмем кабачок меньше среднего размера, порежем края и порежем на тонкие ломтики. Ломтики кабачка надо подержать в простую воду 10 минут. Для удобства я возьму небольшой противень, посыплю туда муку, кукурузную, муку, пшеничную, манку, паприку и соль. Помешаю все хорошо и там я в эту мучную смесь буду обваливать каждый кусок кабачка. Слили воду из кабачков и оставили в дуршлаг где-то 10 минут, чтобы ушла вся влага. И теперь уже берем ломтики кабачка и обваливаем в эту мучную смесь. И хорошо бы, чтобы быстрее закончить, по несколько штук так можно подготовить и оставить в сторонку на этот же противень. Когда вы приготовите такие кабачки и у вас останется мучная смесь, вы эту смесь не выкидывайте, вы ее поставьте в баночку и храните в холодильнике до следующего раза. Можно, например, через 2 недели, через 3 недели опять же повторить тот же процесс. В одну сковороду я подогреваю масло, много масла, у меня ушло где-то меньше литра. Эта сковорода у меня лок, я считаю, что в этой сковороде просто удобнее жарить. В одну чашку набираем воду, простую, и каждый ломтик кабачка обмакиваем сперва в эту воду и сразу же бросаем в горячее масло. И не надо бояться, что из-за воды масло будет стрелять, такого вообще не будет. Когда кабачки пожарятся, я сперва их ставлю на решетку, как вы видите на экране. Если у вас нет такой решетки, вы можете поставить в тарелку бумажное полотенце и туда складывать кабачки, чтобы ушло масло. И продолжаем жарить остальные кабачки. Здесь я еще хочу добавить, что масло выливать не надо, вы можете также сохранить это масло и жарить таким же способом кабачки еще 5 раз. Кабачки уже готовы, хорошо их подавать с дзадзики, если нету, тогда можно с чесночным йогуртом. И очень хорошо подходит к ним выпить немножко узу. Узу это водка из винограда с добавлением аниса. За ваше здоровье! Приготовьте и поделитесь вашим мнением. Ну а я тут с вами прощаюсь. До следующего видео. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok